Отец тоже тяжело переживал это. Мы долго ждали назначения, мыкались по углам, а потом нас перевели в степь, в ту самую воинскую часть. Мы жили в вагончике, иногда не было еды. Отец, он умер вскоре после перевода в новый гарнизон. Мы прожили там еще полгода, потом многие стали уезжать, но мама не хотела бросать могилу отца. Сочувствую вам. И вы уехали оттуда? Да. Хотя я очень любила ночью танцевать в степи. Но они отняли у меня и ночь, и степь. Я уехала, иначе меня могли изнасиловать и убить. Потом сделали бы то же самое с моей матерью. Почему в такой последовательности? А чтобы мать, видя, что они делают со мной, успела сойти с ума. Да, доктор, забыла сказать. Перед тем, как убить мне... Мне, наверное, отрезали бы грудь, и это было бы нестерпимо больно. А потом нас бы сожгли, и наши сожженные тела показали в новостях СНН. Еще одна страна избавилась от эго-тирании. А я не хотела быть оккупанткой, я... Не хотела быть чужой, я... Я не хотела попасть в СНН. Наверное, я не тщеславна. Я думаю, мы не сможем продолжать сегодня. Это очень тяжело. А давайте забудем все это? Давайте забудем это. Давайте забудем. И продолжим, как будто ничего этого не было. И продолжим потом, как будто ничего этого не было. Пожалуйста, дайте нам какое-то время. Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием сотрудничества независимых государств, я приезжаю на свою деятельность на посту президента СССР. Аду-босс! 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 Аду-босс!